Книга «Открытым оком», тема «Женщины», том 8, вопрос, 2022. Какое отношение к женщинам было при апостолах? Такое ли, как в монастырях, или иное? Если предположить, что при постриге человек умирает для мира, то и из жизни видим, что никакая распрекрасная и приталантливая путана не возбудит мертвеца. Чего же мертвецам бегать от женщин? Так ли чурались женщин-апостолы? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Совершенно никаких предпосылок к монастырским указам и обетам против женщин Библия не знает, ибо вокруг Христа и с апостолами постоянно были женщины. Лука 8, 3. И Иоанна, жена Хузы, дома правителя Иродова, и Сусанна и многие другие, которые служили ему именем своим. Деяние 16, 14, 15. И одна женщина из города Феатир именем Лидия, торговавшая Багреницию, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. «Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». «И убедила нас». Пришло монашеско-злобное отношение к женщине от искажения сути Евангелия, когда этой мнимой фарисейской святостью думали приобрести недосягаемое человеку царство. «А даром взять, что Господь дал, на это нет веры». И тогда она придумывали эти страсти и чудачества. Монахи, они имели очень много свободного времени, любили почудить на досуге. Во имя целомудрия он не дозволял никому прикасаться к своему телу. А женщин не только не пускал в обитель, но не хотел их видеть и издалека. Женщинам и знатным он не разрешал даже приближаться к воротам обители своей. А братьи строго запрещал всякие разговоры о них. Кирилл, 11 мая. По дороге в Царьград пришлось проходить страной, где жил фульский народ. Этот народ приносил жертвы под большим дубом, сросшимся с черешнею, который назывался Александр. К этому дубу запрещено было подходить с женщинам, а также и участвовать при жертвоприношениях. Семен Столпник, 1 сентября. Прошло много лет, и мать преподобного Марфа, узнав о сыне, пришла повидаться с ним, и, остановившись у входа в ограду, сильно плакала. Но Симеон не пожелал видеться с нею и послал к ней сказать, «Не тревожь теперь меня, мать моя, если заслужим, на том свете увидимся». Она же еще сильнее возжелала видеть его, и снова послал к ней блаженный, умоляя ее немного подождать в молчании. Она легла перед дверью ограды и здесь предала дух свой Господу. Увидев мать, он со слезами стал молиться о ней. Во время его молитвы в теле святой Марфы заметны были движения, а на лице появилась улыбка. Вскоре затем опять переменили святому столб и устроили ему новый в сорок локтей. На сём столпе преподобный стоял до самой своей блаженной кончины. Но, услышав, что женщинам нельзя видеть преподобного, ибо он даже и мать свою не допустил прийти к нему, послала сына на руках рабов своих, приказав сказать, «Вот, отче, плод святых твоих молитв, благослови же сего в младенца». Это святое место было недоступно для женщин, и всячески оберегали, чтобы не дерзала нога женская коснуться порога. Войти за который даже матери преподобного не было дозволено. Рассказывают, что одна женщина оделась по-мужски, чтобы неузнанную войти в церковь святого Симеона, и когда коснулась порога церковного, тотчас упала навзничь мёртвая. Если же туда и приходили женщины, как пишет Никифор, то они всё-таки не осмеливались приближаться к ограде, а стояли поодаль и творили молитвы свои, взирая на столб. Евдокин, 31 июля. В царствовании Феофила он служил в войске и отличался добродетельной жизнью, усердно соблюдая все заповеди Божии, и пребывая в посте и воздержании, а также в молитве и сокрушении о грехах. Прилежно занимаясь чтением и изучением божественных книг, он оказывал щедрую милостыню нищим, убогим, сиротам и вдовицам, благодетельствовал церквам и монастырям, и, являя всем обильную милость, соблюв свою девственную чистоту беспорочно. Он настолько был целомудрен, что никогда не позволял себе ни беседовать с женщинами, ни смотреть на них, даже не допускал к себе женщин, кроме своей матери, которую одну, сынов не почитал и с которой беседовал. Во всяких разговорах соблюдал себя от празнословия и пустословия, предпочитая молчание многословию. Устранялся от тех, кто любит говорить без дела и глупости, лжи, клеветы и всякого осуждения, не то что говорить, но даже не желал и слышать. Украшая свою душу всякими добродетелями. Среди толков, смятения и суеты мирской на него можно было смотреть, как на лилию среди терновника или золота в огне, нисколько не поврежденного мирскими соблазнами и страстными влечениями. Моисей Угрин. 26 июля. И в то время, руководимый Богом, пришел к блаженному Моисею один черноризец из Святой Горы, Пасану и Ерей, и постриг его во святой ангельский иноческий образ. Преподобный повелел ему, «Никогда во всю твою жизнь не говори ни одного слова женщине». С кем поведешься? А почему бы нет? Мы набираем и непроизвольно, недостающие, какой не есть привет, особенно с поры еще дошкольной. Так с кем мы повелись и подружились? Кого под кров к родителям ввели? С кем разговаривали, ели и ложились? Все в полутьме у странников земли. Кому-то нас тянуло, как магнитом, о ком-то тосковали по ночам. Иные в памяти, на волосинки гниды, тебя нигде никак не обличат. Наш круг не те правители и боссы, артисты знаменитые, герои. Мы губошлепы и молокососы, до седины неведомо, что строим. К себе подобной птицей зверье кучкуется, слетается, как знаем. От дружбы непроверенной ужаленный умрет. Крестообразно кости украшают знамя. Блаженство искренних знакомых христиан. Настраивает ближе к ним прибиться. Здесь умножают принятый талант. Плоды взрастишь, а не одни лишь листья. О чем твой разговор с твоей подругой? Твоих наперстников волнует, что всегда? Смех беспричинный, осуждение, ругань. А с языка вонючая вода? Ищи сообщество из знающих Писания, где центр всего Спаситель, Божий Сын. Подобные птенцы к тебе слетятся сами. В душе имей духовные весы. Для многих вера маска, мимикрия. Не обольстись словами и одеждой. У ног Христа сидит твой друг Мария. Кто не пришел, погибшие невежды. 1 августа 2003 год. Игла. Субтитры создавал DimaTorzok